И снова добрый день, мои дорогие. С вами, впрочем, как всегда, Алкабарт. И, впрочем, как всегда, уже Герман. Как всегда, уже Герман. Опять он, понимаешь, опять его откуда-то взяли. Ну и так далее, и тому подобное. У нас небольшой набор, скажем так, посуды. Разный. И даже есть отдельно водичка. Потому что пить мы сегодня будем жидкость, которую я в своем антитопе 12, по-моему, ставил, как бы не на последнее место. Потому что это я пить не люблю и никогда, собственно, не хочу. На, читай. Апсент. Товарищи, вот это третий напиток, который мне хотелось очень попробовать. Первый был ракия. Знаменитый абсинтье. Он неоднократно пил абсент, но только во сне. Во сне, да. Первый был ракия. Потом кальвадос. Кальвадос. Ну, кальвадос, да. И вот абсент. Я никогда не пробовал, честно. Это меня, ну, просто обрадовал, обрадовал. Вот, честно. Если, ну, вы видите, он не очень хотел ко мне приезжать, и только некоторые меры физического воздействия сработали, да. Так, ну, по составу написано, вероятно, на немецком. Ну, невероятно, я точно, наверное, на немецком. Может, не немецкий. Где сделано, непонятно. Откуда он приехал вообще-то? Ну, абсент. Это абсент, который я давно хотел попробовать. Спасибо. Ну, во-первых, давай так. Объем 0,7, что само по себе прекрасно. 55 градусов. То есть, в принципе, абсенты почему-то большинство народу считают, что абсент должен быть 70. Нет, абсент начинается от 50. 50 и выше, там, в зависимости от него. Сзади, видишь, есть рецепт. Коктейль. Death in the afternoon. Смерть на утро, да. 8 частей шампанска, 2 части абсента. Шампанска у нас, слава богу, нет, поэтому умирать мы будем вряд ли. Да, написано все на немецком. Пабст энд Ричард. Что-то там, литрипс. Все, у меня глаз начал дергаться. Давай думать, что с этим делать. Ну, давайте. Ну, а. Я думал, он сам откроет. Я сейчас тоже сломаю руку. А, товарищи, я... О, не сломал ее, когда я открывал что-то. И... Ну, ничего не так вроде. Короче, а дальше начинаются вопросы из серии, как правильно пить абсент. Вообще, море есть вариантов, как он пьется. Ну, давай, самый первый, самый простой. Ну, ты меня понял. Просто. Просто в чистом виде. Согласен. Просто в чистом виде, так, по чуть-чуть. Без фанатизма. Вообще, его рекомендуется пить там 20-30. Ну, по дозировке. Что? Ну, интересно. Я же говорю, ну, когда первый раз что-то пробуешь, всегда интересно. Что потом будет? Помнишь в детстве Алтейка, да? Да, кстати, да. Оно. Ну что, поехали. 55 градусов. Ну, первую без закуси, ты помнишь? Первую без закуси. Святое. Гипсом можешь занюхать. Алтейка. Ну, не знаю, нынешнее поколение, может, молодежи не знать, что такое Алтейка. А закусить тянет капец же. Алтейка типичная. Насчет глюков от абсента. Почему-то большинство народа считает, что они до сих пор должны приходить. Они приходили и к Ван Гогу, и к Бадлеру, это понятно. Но с тех времен сейчас Европа несколько затянула гайки. И содержание туйонов в этих всех нынешних абсентах, даже, по-моему, самое максимальное допустимое, раз в 20 ниже, чем было тогда. То есть, ты хочешь сказать, что если мы это выпьем, даже все, мы не пойдем. Зеленая фея не придет. И рисовать картину мы не пойдем. Почему? Если мы выпьем это все, в принципе, это можно просто отставить. Потому что Алтейку мы в детстве попили. А вот тут у нас есть много и для рисования картины, и для стихов, и для всего. Дальше есть варианты употребления с сахаром. Вариант классический, ложечка с дырочкой. Сахар сверху. Он сладковатый. Сладковатый. Можно просто наливать через кусочек сахара. Ну, это еще добавить сахара. Может, не надо так? Ну, у нас нету. Мы искали, так говорят. Мы искали, но нет. У меня сахар есть только в рассыпном виде. Я думаю, это было бы некрасиво. И вариант второй, называемый чешский. Когда этот сахар прокапывается абсентом, поджигается и горящим капает туда. Ну, в общем, эротика близко к порнухе. Но пожарники запрещают. Пожарники запрещают. Тем более, мы в дереве вообще кругом. Поэтому никак нельзя. Да. А еще я немножко злой. У меня накрылся наконец-то газовый котел. Вот. А этот человек, кстати, занимается котлами. И теперь я на дровяном отоплении. На пердячем пору, как говорится. Поэтому я предлагаю следующий вариант. Следующий вариант такой. Больше девочковый, наверное, даже. А именно с разбавлением водой. В большом количестве. То есть, мы наливаем сейчас... А у тебя хоть одна рука работает? Ну, хоть одна-то должна. Мы сейчас накапываем. И дальше разбавляем водой до момента, пока оно не помутнеет. Теоретически, если абсент... Один к одному где-то? Даже больше может быть. Да. Ну, посмотрим. Стоп. А вот, и мутняшка пошла. В абсенте, я не помню точно, то ли эфирные масла, то ли еще что-то от контакта с водой, вот так вот. Ну, та же ракия, кстати. Ну, да. Методика та же. Все. У нас получилась мутняшка. Нежно-зеленоватого цвета. Кстати, заметь, стоит слоями. Ты правильно налил. Да. Вот это как раз тот самый вариант, когда ты не хотел, но получилось как надо. Это просто был один из следующих вариантов употребления, и мы его сейчас объединили. Все. И дальше мы это дело пьем. Просто есть два варианта. Пьем медленно, то есть слои пошли. Ну, смотрите. Видно, не видно? Слоями. Да, слоями. Стоит слоями. Вариант второй – взболтать это дело, чтобы оно перемешалось и выпить. То есть, в принципе, что так, что так, мы сейчас из 55 сделали, грубо говоря, 30. За что, собственно, и выпьем? Поехали. Ну, понижаем градус. Это неправильно. А пахнет хорошо вот сейчас. А пахнет хорошо. Оно сейчас послабее. Как хочешь. Я помешаю. Давай помешаю. Ну, замутняшку. Замутняшку. Вполне. Вот так можно пить вполне. Вот серьезно. Но уже хочется чем-то закусить. Знаете, поговорку, два зебина – это сила. Не сговариваясь абсолютно. Знаю, что он сегодня приедет, я решил что-нибудь купить. Знаю, что мы будем пить абсент. Надо было взять что-то из фруктов. Я взял мандаринки. Ну, вот они совершенно случайно так лежали. Взгляд попал. И там же продавщица говорит, слушайте, нам еще арахис завезли. Ну, в пакетах вот этот арахис, который еще не лущеный, как это назвать. Ну, и беру я пакет арахиса. Приезжает. Думаю, надо тоже что-то взять. Думаю, надо такое, чтобы не повторяться. Что-то до тут будет уже. Ну, естественно, беру мандаринки и арахис. И вот это вот два дебилая до сила. Поехали. Мандариночка. Согласен. Ну, скажи что-нибудь в общих чертах. Ну, я сегодня первый раз пью абсент. Абсолютно первый раз. Надеюсь, последний. Вот в чистом виде он мне все-таки понравился больше. Ну, это 55. Был бы 70, могло бы быть хуже. Ну, может быть, да. Ну, наверное, это не для каждодневного такого. Нет, это, нет. Кстати, наверное, в какой-то там праздничный день, за столием, это не тот вариант. Ну, это не с тещей за Новый год, скажем так. Это да, это не за Новый год, это не на день рождения с друзьями. Это вот сейчас он приехал, и нас в доме всего четверо, грубо говоря. Я, ты, кошка и собака. Да. И, я думаю, надо будет его убирать. Да, вот вечерок, посидеть с другом, пообщаться. Можно, но без фанатизма немного. С подругой. Еще раз говорю, бадун от него страшнейший. Один из самых страшных бадунов, это реально от абсента. Ну, по крайней мере, от 70-ки это я тебе гарантирую. Ну, давай в чистом виде еще капнем. Во-первых, он красивый в чистом виде. Да. Такой янтарный. А дальше будем еще чем-то разбавлять. Так, капитошку. Это янтарный, по-твоему? Ты знаешь, как выглядит янтарь? Нет, это не янтарный. Как это? Малыш, подскажи Герману, как выглядит янтарь. Это болотный, наверное. Изумрудный. Изумрудный. Да. Ну, не знаю, вот так. Не, ну хорошо. Вот так хорошо. Единственный минус, что я знаю. Из-за застольев, это просто, даже одному, вот одному, кстати, посидеть перед ужином для аппетита. Мистер Джекел называется. Джекел. Да, из дьютика, кстати. Что-то Джекел какой-то странный. У нас немножко три медали имеет. Одну дал Джекел, вторую Хайт, третью я не знаю кто. Скорее всего, ты уже заранее приклеил. Ну, в принципе, непонятно. Чисто немецкий, видать, продукт. Хрен пойми как. Не, я знаю, как он ко мне попал, но я лучше скажу хрен пойми как. Хотя я уже сказал из дьютика, да? Да. Лох. Давай. И дальше начинается самое интересное. Кстати, не, нормально. Писать, реально не так страшно. Дальше начинается интересный вопрос. С чем вообще можно мешать абсент? Я могу сказать, что ни с чем. То есть, его там можно соком или что-то. Но я просто вот... Ты будешь абсент с водкой? Нет. Ну, мне кажется, не очень. Ну, давай для себя налью. Ну, давай. Ты-то пугливый у нас. Да, я... Молодой еще, да. А я-то могу. Ой. И что используешь? Огдов. Он ближе. Опять же, из вопросов моей мешанины вот этой иногда, да? Кто-нибудь вообще в жизни мешал огдов с немецким абсентом? Ну, подожди. Да, я тебе накапываю чистого. Мне просто интересно по цвету сейчас. Цвет слегка поменялся. Вот так. Хотя не очень. Честно говоря, даже без фанатизма. Полынь-то чувствуется? Ну, а что калтейка вообще? Это не сейчас. Не, ну, так вот и нет. Ну, глобально, давай так. Что такое абсент? Это настой полынь. Причем желательно это делать при максимальной крепости, потому что именно при максимальной крепости изначального там спирта, оно вытягивает из полыни то, что нам нужно. То есть, если ты берешь аптечную полынь и кидаешь ее в водку, была у меня видяшка под названием черниговский абсент. Вот это получится нечто то. Да, это просто настойка полыни. Но именно при крепости выше 50 из полыни вытягивается то, что и нам нужно. Кстати, была же в продажах раньше настойка полыни. Я не знаю, может, сейчас ездят в аптеках. Подожди, полы? Да. Ну, я не так часто хожу в аптеки, честно говоря, как ты, судя по последним. Господа, кстати, кратенько. Расскажи-ка нам всем, при каком занятии ты получил сию травму в виде перелома? Да, я так долго не буду рассказывать. Скажу так, что, товарищи, лучше пить, чем играть в футбол. Это как-то даже для здоровья полезнее. Ну, вот как-то так. Водка сила, спортмогила. Давай. Сам удивлялся, но вот так есть. Нет, ты знаешь, даже в чистом виде веселее. Нет, в чистом я же говорил. Кстати, шоколадкой можно. У нас не было шоколадки. Это просто типа сникерса, что-то порезанное на кусочки. У нас, как уже говорил Денис, есть мандарины и орехи. Запивка. Ты сказал, я тебя попросил, точнее, привезти запивку, потому что его надо с чем-то. Есть вариант абсента с апельсиновым соком. Есть вариант с грибфрутовым. Есть вообще много разных вариантов. Надо ставить правильное задание. Я думал, запивка на утро. А на утро, естественно, это... Так это тебе. Я же с утра-то не запиваю. Ну, другим не запивают утром. Вечерние вливания. Ну, извините, это пиво. Абсентый пиво день чудесный, господа. И сейчас, если оно... Ну, товарищи, если Алкабар просит запивку... Сейчас, подожди. А что это должно было быть? Все, нашел. Подожди, запивка, что, по-твоему, это должно было быть? Сок какой-нибудь. Надо было смешать, понимаешь, с чем-то. Я понял. Греческая. Стареем. Сок запивка. Далеко вез. Годное белорусское пиво. Золотистое. Традутийный классичный смак. Алкоголь 4,5. Все понятно. Сочетаемые вещи? Сейчас сделаем. Я не буду. Почему? А, ты еще молод, ты еще жить хочешь? Да. Кстати, если чего, он старше меня на год. Но он еще молод и жить хочет. Жизнь после развода только начинается. Поэтому я хотел бы всполна это ощутить, а не вот так вот выпить и все. Ставь. Так, дайте я это попробую. Ты вообще в курсе, что Реческая сейчас уже давно не Реческая? Не Реческая. А, ну Бобруйская уже давно. Она была в курсе, кстати, раньше лет... А сейчас это Бобров. 20 назад Реческая была. Ты привез Бобров. Да? Да. А я сделаю глубинную бомбу. Абсентно Реческая. Ну, на всякий случай, господа, заранее до свидания. Если что, я думаю... А, как отключать? Как отключать? Я покажу. Давай я тебе накапываю. Давай ты мне сразу покажи, как отключить это все. Да, я тебе сразу капну. Чтобы в эфир потом не попало вот это, как я тебе одной рукой буду тянуть. Кошку попросишь. Кошка мяу. Так. Ну что, господа, желтая из лед. У меня ощущение, что я принимаю анализы мочи сейчас. Понимаешь, что это какие-то... Причем сильно нездоровые анализы. Ну что, пофиг. Раз, два, три. Елочка, гори. Не сказал детям отойти от экрана, там, вот этим слабонервные. Да, уберите от экрана детей, жен. Нет, детей вообще не надо было бороться. Тещу, ну мало ли. Теща обычно слабонервная всегда. Теща пусть смотрят, чтобы потом плохо было. Ну, вот так делать не будьте. Нет, нет, нет. Ну, господа. Ой, бляха, муха. Меня цвет пугает. Меня откровенно пугает цвет. Ну, что не сделаешь. Как говорится, назвался... Как его там? Грузным полизай в кузовок. Я уже говорил, еще варианты есть? Давай, еще тяни время. Я не хочу это пить. Пускай пьет. Хватит. Ну, я бы это никогда не выпил. Я тебе вторую руку себе сломаю. Даже если тебе сломают вторую руку, я бы это не стал пить. Ну, и даже не пробуйте, наверное. Просветление. Зеленую фею хочешь вызвать? Нет. Я знаю как. Ой, бляха, муха. Я знаю, как вызывается зеленая фея. Подожди. Давай так. Фу. За ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки. За то, что вы ждете в следующих видео, выходящих с пугающей периодичностью. И всем пока. Давай. Ребят, за вас. Смотрите Алкабарда. Он хороший парень. Интересно смотреть. Ой, аж слеза потекла. Наверное, от твоей речи, я понял. Я понял. Ну, не старайтесь повторять все, что он делает, честно. Труки выполнены профессионалами. Это все, все натуральные продукты, все, что реально вы видите, он это выпил. Я боюсь за него. За ваши лайки, но еще раз говорю, не повторяйте. Вы посмотрели, увидели. Я в следующем, наверное, выпуске он расскажет, как он все это чувствует. Сейчас я сделаю то, что я ни разу не делал на этом канале. Водички попью. Попью водички. Давайте за вас, ребята. А я водичкой. И всем пока. Ты живой? А должен быть? Блин. Заешься. На самом деле, абсент. Я думал, это будет что-то. Когда ты там лет 20 ждешь, что-то попробуешь, это будет. Вот я хотел именно эту бабу. 20 лет. Да. Вот я Демимур еще помню с тех времен, когда она была молодая. Когда она была молодая. Когда она была молодая в Салате Джейн. Да, да, да. И вот я ее хотел тогда. А сейчас что делать? Может, тогда нова пробовать? Ну. Можно я буду молча есть? Леш. Спасибо. Фух. Надевай, что сиди. Надевай пока. Ну, по капельке налево. Может, ты пиво продолжишь пиво? Мы сейчас в котел пойдем. А кто не будет наливать, тот пойдет в котел. У него сейчас идут два котла. Один твердотопливный, второй газовый. Твою мать. Сейчас батарея сядет. И слава богу, если она сейчас сядет. Вообще, я лучше ее сам отключу. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...